В обзоре дельтолета я говорил о том, что трос газа имеет какой-то сращиватель. Вот теперь он демонтирован, этот штатный трос газа. Я установил туда свой вариант в велосипедном магазине. Купил этот самый рубашку, у которой внутри стальной навивки находится пластиковая трубочка. И непосредственно сам трос ходит уже внутри пластика. Не металл по металлу, как вот здесь, да? Слышно, да? Как скользит сталь по стали. А там этого звука уже нету. Тот трос вообще можно, кстати, не смазывать, если он в велосипедной рубашке. Потому что сталь по пластику прекрасной без смазки скользит. Но я на всякий случай в ЭДшечке туда брызнул. Вот, этот трос теперь у нас освободился. И его можно, так сказать, поковырять. Итак, разбираем сращиватель. Просто тянем в разные стороны. И вот такая конструкция здесь внутри находится. Ну, во-первых, видно, да? Вот металлическая навивка. Никакого пластика там нет. Трос ходит металл по металлу. Внутри стоит обжимка. Медная, похоже. Втулочка какая-то обжата здесь. С какой целью она здесь стоит? Вот. Меня смущает, что вот этот трос входит ближе к этой стенке, а этот ближе к этой. Сейчас попробуем разобрать, не срощено ли здесь два троса этой обжимкой. Это будет, конечно, прикольно. Но я надеюсь, что это просто такая обманочка стоит. Заместитель ручки управления двигателем, РУТ, называется. РУТ вообще используется для маршрутных полетов. То есть, когда ты летишь там полдня в одну сторону, полдня обратно, допустим, у тебя маршрутный полет километров 300, 400, 500, 600, там кто сколько сможет. И, конечно, в таком полете нога устает держать постоянно газ, затекает, хочется ее освободить, а газ-то держать кому-то надо, поэтому вот на некоторых дольтолетах вместо вот этой втулочки ставится такая конструкция с рычажком, которая так, с заеданием перемещается, то есть, свободно она сама под действием возвратной пружины в карбюраторе вернуть газ не может. Вот ручкой сколько выставило, столько и стоит. Но за счет того, что внутри вот такая обжимочка стоит, ногой всегда газ добавить можно, сбросить ногой нельзя, а добавить газу можно. Вот это функция руда. Может бы здесь был руд на этом трассе раньше, и производители его тоже понимают, что на таком дольтолете руд не нужен, что тут расход от 7 литров в час, а объем бака 10 литров. О каких дальних перелетах на этом дольтолете можно говорить, здесь руд нафиг не нужен. Но вот почему-то нормальный трос производитель не захотел поставить, изготовил вот такую обманку, взял втулку, просверлил, она там меньшего диаметра просверлил, там упорчики, чтобы образовались, чтобы рубашка вот так вот в упорчик упиралась, с этой стороны, с этой, а внутри вот такая обжимочка на тросе установлена. Сейчас мы ее попробуем разобрать и посмотрим, просто ли это обжимка, или она соединяет два разных троса. Ну, а пока, наверное, можно выключить. Ой, совсем забыл. Вот, вчера показывал про самодельное крыло ролик, ну, так подровнял, чтобы совсем-то глубоких ям не было, покрасил. Вырез здесь делать не стал, просверлил одно центральное отверстие под болтик, десяточку, и теперь у нас на оси поворота крылышко вот так, здесь широкая шайбочка ставится снизу, крылышко вот так вот крепится и прекрасно держится, никакие дополнительные фиксаторы тут не нужны, осталось сюда резиновый брызговичок еще на заклепочках прикрепить и будет совершенно шикарный грязевой щиточек для переднего колеса. Ну, вот теперь точно выключаемся. Так, начинаем разбирать эту хреновину. Не очень-то просто это сделать. Медяшечка-то такая суровая. и обжата с усилием, с хорошим. Похоже, придется ее отрезной машинкой срезать, потому что разломать, наверное, вряд ли получится. ну что ж, машинкой, так машинкой, где наша не пропадала. Погнали! Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, трос вроде как целиковый. Субтитры создавал DimaTorzok слава богу. Нет, нет, трос не целиковый, трос не целиковый, посмотрите. Это не я его машинкой перепилил, он здесь оборван, я лишь распилил до начала троса. В глубину я не пилил, хоть одна нитка, но должна была остаться целая. Видите, трос рваный, на него просто поставлена обжимка. Офигеть, офигеть. Вместо того, чтобы купить новый трос, производитель сделал обжимку и на рубашку поставил втулочку. Сколько трос стоит? Я купил бухту троса 5 метров за 60 рублей. Из них примерно 2,5 метра пошло на аппарат, остальное осталось в запасе. То есть 30 рублей я потратил на трос без рубашки. Слушайте, ну всё-таки, может я его сломал? Да нет, ну видно же, что я его не пропиливал. Хм. А может я его при изгибании порвал? Внутри втулки. Такое может быть? Что вот так я гибал-гибал и трос порвался. Ну-ка ещё раз. Нет, смотрите. Кусочек отваливается, трос не рвётся. Ещё раз. Конечно, теперь он уже надрезанный. Да нет. Что-то я сомневаюсь, что пускогубцами методом изгибания можно порвать трос. Нет, если очень долго, может быть и можно. Но я же недолго изгибал. И смотрите. На этой стороне все жилки одной длины. Одинаковой. А на этой стороне жилки разной длины. То есть не получается срастить. Если сращивать, вот так сопоставлять, если предполагать, что он сейчас порвался. Вот эти жилки, они не достают до этих. Видите? Получается, трос был оборван раньше. На него уже поставлена на оборванный вот эта обжимочка. Может быть, даже внахлёст было сделано. и обжато. Да. Получается, производитель срастил трос для экономии 30 рублей. Так получается. или всё-таки я его порвал сейчас. Да, блин. Надо было не гнуть плоскогубцами, а сразу машинкой пилить. Тогда бы сто процентов, можно было сказать. Да. Да. Экономия превыше всего. Fill towards the wall. Звук раз. Спасибо.